Вы слушаете подкаст «Шапка Гугуца». Сегодня в выпуске пермская художница Светлана Плющева расскажет нам про выставку в городе Чусовой арт-династия «Разговор». Более подробно слушайте в выпуске. Чего-то большего я вам сейчас не буду рассказывать. Услышим какие-то истории из жизни Светланы из студенческих лет и, конечно же, истории спленеров. Меня зовут Данил Куликов. Это подкаст «Шапка Гугуца». Приятного прослушивания. Сегодня у нас было такое событие, открытие выставки арт-династия. Название «Разговор». Получилось это такое название «Разговор» не случайно. Даже сегодня Светлана Николаевна моими словами разговариваю. Да-да-да, потому что это все я написала. Случайно и не случайно. Да, потому что мы как-то приехали вот назад сюда на выставку на мою персональную и начали разговаривать о том и все. И слово за слово оказалось, что у нас вообще вся семья-то и художники. Для них, конечно, это удивление было, что не только я одна, еще у меня и дочка. Потом покопались еще и папа и брат. Да, вот. У Алены папа тоже художник. У нас средата такая художническая. Ну, а ты вот такая проговариваешь просто вслух, я тоже вроде есть-есть, а потом когда проговоришь, вроде все художники оказываются. Да, и Светлана Николаевна заинтересовалась. Говорит, слушайте, а вот здорово вы так вот, всех вместе, династию такое, возможно. Вот она говорит, а если бы мы сделали такую выставку через год, я говорю, ну хорошо, если вы нас приглашаете, мы будем готовиться. Мы начали немножко готовиться. Хотя вот мы постоянно к папе приезжаем, у нас есть и разговоры о искусстве, о жизни. Да, 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 да. И тут мы папе тоже предложили, давай сделаем такую выставку. Он говорит, ну давайте. Тоже начал делать какие-то работы вот уже. Ну, я видел, там 91-го были и 22-го, и 3-го. Да, 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 да. Работы разных лет собрались. Ну, мы стали немножко как-то готовиться. Ну, не то, что вот прямо специально, потому что есть что-то было и старенькое, а просто как-то нам соединиться в одно целое. Все-таки мы все... Чтобы все стало между собой разговаривать. Да, чтобы мы как бы вот действительно... Чтобы оно завязалось. Да, завязалась эта наша выставка, наши все работы, потому что мы всем многожанровые. Папа у нас тоже и портреты пишет, и пейзажи. Ну, я говорю, мне вот интересно было посмотреть то, что вот он делает. То есть у вас-то я более-менее что-то видел. Да, да, да. Но я был, кстати, уделен, что у Алены прям много работ. Мы вроде где-то что-то ходили, да. А потом смотрю, и мулянка там у нее все, и хохо напахала. Да, она, в принципе, взялась эту как бы историю, потому что если нам сказали цель такая, ну давайте сделаем. Конечно, у нее что-то было, так как она начинающий, можно сказать, акварелист. Я просто надолго уходила из этого всего, когда училась на дизайнера, все равно было некогда. А потом уезжала в Петербург и как-то, ну вообще, жизнь меня немножечко сочетала. Акварельку-то не бросала? Ну не бросала, да, но вот сейчас возрождаюсь вновь из пепла. Феникс. Да, но это хорошо, потому что и считаю, у тебя семья такая, что... И спор не внутри меня, да, зовут, и мне хочется. Вот, ну а у тебя в основном, я поняла, пейзаж интересует сейчас. Да, мне нравится именно на пленэре передать это чувство состояния. Мне понравилось, как Стана Николаевна сказала, что типа как будто время остановилось. Ну действительно, потому что оно для меня останавливается, и мне хочется вот это мгновение, которое пролетает за секунду, вот его запечатить именно со своими эмоциями, да, со состоянием природным, вот, хочется это передать. Это так есть, да, на пленэрка выходишь, просто отключаешься от внешнего мира. Да, отключаешься. Ну вот и молодец, потому что это и должно быть в художнике, именно в пейзажисте, состояние природы. Я, кстати, тоже люблю именно вот такие переходы в природе, вот, когда, например, меняется состояние, вроде бы было солнечно, даже взять лето там или осень, и вдруг ветер, там дождь или снег. Вроде ничего не предвещало. Ничего не предвещало, да, и вот этот момент уловить, даже у меня был такой случай, мы на Сылве как раз были, я с собой тюдник взяла, вроде бы пишу состояние, бережок, всё красиво, хорошо, но мне не хватает стихий, у меня вот человек стихий, мне надо вот, или чтобы ветер был, какое-то движение, и вдруг действительно... Порыв какой-то, да, требуется. Да, да, и вдруг из такого состояния, вроде бы такое, знаете, спокойствие, такой легкий ветерок, вдруг поднимается ветер, облака в небе появляются, я говорю, ой, что это такое. И было действительно, это, наверное, был август, начало сентября, вот конец августа, и вот понимание, что это меняется время года. Это вот просто, когда ты ловишь вот такие состояния, они очень такие впечатляющие, потому что показать это в картине, как переход от одного времени, другое, это не каждый замечает. Понятно, там лето, лето, зима, зима, там осень, осень, весна, а тут вот этот момент, у меня даже есть такая картина, она у меня была на персоналке в прошлый раз, рождение весны, мы как раз были в Кану. На гребешках, да? Да, да, да. Ветер прям передает. Да, да, да. Тоже гребешок же есть. Вот, да, и вот мы ходили на скалы, там, в деревне. Телефоны на месте, у всех тут никто не терял. Что, должны были потерять, а так? Убой руки. Все в порядке. Вот. И как бы все, зима, зима, вроде бы март. Вот это такой еще переходный месяц, кстати, очень много снега, еще холодно, хотя... Холодится может. Да, 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 да. И 28-ое где-то марта, и вдруг переход вот этот вот от марта в апрель, вот это настоящая весна, когда с гор начинает вот эти вот вода, вот эти ручьи, которые шумят, но когда ты смотришь со скалы, например, вправо, там зима, влево весна. И мне вот это так захотелось тоже передать, и я вот эту картину так и назвала рождение весны, потому что небо действительно разорвалось прямо у меня на глазах. Здесь вспышка голубая уже, можно сказать, переход к весне на лето. А тут уже вдалеке снегопад, зима справа. И вот это я вот как раз запечатлела. Просто у меня был и чудик маленький, а домой я приехала, и вот такую большую картину там у меня, где-то метр двадцать. Зарядились, да. Да, у меня просто вот эта энергия во мне прямо жила, я прямо хотела. Это здорово, когда оно есть. Знаете, вот Коровин, вот я когда у него на работу смотрю, я сразу же, я хочу писать, я вот это быстро мазков, вообще мой любимый художник. У меня там пятерка есть, и как бы на первом месте я всегда Коровин ставлю, и там вживую его, когда смотришь. И да даже репродукция, я вот помню, когда в художке учился, меня прямо вот тоже заряжают, и вообще вот такие цветность вот это все. Некоторые художники действительно вот заряжают, особенно когда ты смотришь оригинал, не репродукцию даже. Хотя я тоже у меня вот рассказывала, что папа очень многое покупал литературы, вот книгу по искусству. Мы просто листали, это у нас было каждодневно, мы смотрели, обсуждали, да? Да, для меня были любимые художники Малявина, Архипов, вот эти все браздистые с мазками. Мне вот эта энергия нравилась. Может быть, я сначала даже и не понимала, но мне очень нравилось. На подсознании где-то действовало. Да, да, что вот не гладенько как-то, а вот что-то вот такими мазочками. Ну да, это потом уже, да, ты осознаешь, что уже такое. Да, да, да. И, кстати, вот когда я уже начинала рисовать, еще маленькая, смотрела там, как папа рисует. Мне, конечно, не то, что как у него хотелось, мне хотелось научиться рисовать вот как старые мастера. там, тонкая, гладенькая. Я даже у папы спрашиваю, как это? Он говорит, так ты вот смотри там, как он делает, попробуй так же сделать. Я говорю, а как вот мне вот таки... Так иди в художку. На лиссировках там, да. Ты должна идти учиться. И он просто... Не то, что я тебя там учу, или ты мою манеру или технику, а тебе надо вот идти учиться дальше. Ну, я бы-то, он меня там привел чуть ли не за руку в художественную школу, давай. Мы же все там стесняемся, вдруг там что-то. Но оно дело-то нормально пошло и училось. Особенно просмотры, да, что там вот это? Ну, как-то все хорошо и гладко все было все годы учебы в школе художественной, потом в училище. Вот, но в школе-то понятно, что акварель. Мы еще не изучали, даже гуашь, я помню. То есть я только в школе акварель был? Да, я гуашь только в училище почувствовала. Вот акварель у нас была первые полгода в училище художественном. Я училась в Шадро, в Екатеринбургском. Вторые полгода была гуашь. Мне тоже она понравилась. А вот уже на втором курсе у нас масло. Я так подхожу к папе и говорю, слушай, у нас будет масло, я даже не знаю, как его мешать. Акварель, понятно, гуашь, понятно. Все, поехали на пленэр. Я такая, так сразу, да. Все, взяли картоночку, масло, все-все. Ну, это летом было, конечно. Встали, я выдавила краски, потом взяла кисточку и говорю, а как ее накладывать? Я была вот, знаешь, как вот ребенок, который вот только начинает ручку и даже держать там вот тут кисточку. Понятно, акварель, понятно, гуашь. А тут как? Что это такое разбавитель? Хотя я видела, как это делает папа, но когда ты сам, да, там тебе... 18-17 лет я только, можно сказать, масло взяла в руки. То есть папа у вас первый раз на пленэр вывез? Ну, на пленэр мы ездили, но они были акварельные больше. А тут масло. Это более второй курс. Мне надо было хотя бы подготовиться. Нам сказали закупить масло. И все, второй курс, это уже масляная живопись будет. Я говорю, надо же подготовиться. Я говорю, я не понимаю это масло, не понимаю, как с ним. Ты возьми. Он бы сначала говорит, подготовь картоночку. Но первый учитель, можно сказать, масло у меня папа. Хотя он и акварелист, и маслянист, но все может. Протри эту картоночку. Топочку. Тряпочкой там, чтобы она питала красочку. Потом кисточку возьми. Повтирай красочку. Там рисуночек сделай. Ну вот я потом... Раз, у меня где-то этот этюд даже лежит, кстати. Мне так робко, робко. Потом вроде бы сделал. Потом я почувствовала. Сначала мне захотелось очень гладенько так писать. Нет, я все хотела гладенько. А потом в какой-то момент я такое пришло чувство, что не хочу уже так писать. Я хочу мазками. То есть порыв такой, да, появился. Да, 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 да. И у нас в училище художественное постоянно домашнее задание было. Каждый день этюды приносить. Там очень жестко надо было. Наброски, этюды, эскизы. Не принесешь все. Ты не художник. Наши училища очень такое строгое было. У нас еще те старые мастера были. Дома у меня все от меня уже бегали. Я уже всех перерисовала в фас-профиль, лежа сидя. Вот. И у нас такой... В Екатеринбурге есть ДК железнодорожников. Там были курсы для любителей. И у нас все училище ходило туда. Только для того, чтобы делать домашние вот эти задания. Потому что там были и постановки, натюрморты, и портреты там позировали и обнаженки. Кто что хотел. Сначала, когда ты приходишь, тебя в класс натюрмортов, а потом тебе разрешают идти рисовать уже натуру. Но нам потом нам не пригодилось уже на старших курсах. А у вас сколько-то было там количество, там надо по 10 набросков? Да. Чем больше, чем лучше. На 101 получится нормально, как на море. Да-да-да. Вот. И я там, ну как бы, увидела там натюрморты, стала писать. и домой пришла, я говорю, что у нас можно тут поставить. Ну, папа тоже собирал разные там кувшинчики, горшочки. Вот, говорит, нарисую, вот попробуй. Я смотрю, у мамы швейная машина стоит, такая зингер. Я говорю, я хочу ее написать. У меня этот этет до сих пор есть. Я его написала такими мазками просто. Я говорю, ой, и это мой, вот моя техника, я люблю. Мама говорит, что-то ты так много краски тратишь. Что-то так много. Я говорю, мне хочется вот так вот, мазками, я не хочу кладко. Но это было вот начало второго курса. Потом на третьем курсе у нас уже портреты начались. Сколько у вас? Вы пять? Пять лет там учились. И вот на третьем курсе уже у нас там и портреты, портреты, потому что на четвертом мы уже там были обнаженки, а на третьем портреты. Диплом не делали? А диплом у нас только один был на пятом курсе. У нас композиции, конечно, были там разные, но диплом у нас в училище только вот был на пятом курсе. На наш год эксперимент такой был, что все учились до четыре года, а мы пять. И у нас пятый получился, что мы только дипломом не занимались. Это и хорошо, потому что экзамены там, историю искусств давали, вот как все сдают. И над дипломом. Там полгода только вроде бы же живопись была немножко. Там уже остальные полгода мы уже дипломом занимались. Ну вот на третьем курсе мы портреты писали уже маслом. Как у вас портреты сразу же схватывали там форму? Да. Да. Не говорить. Мы, конечно, хитрили, когда у нас очень много требовали. Я даже один подвет папин вспомнила несколько раз. Пятерку сутру, а я выставляю снова. Ставят на него. Но это был такой момент, потому что один этюд не выставишь, надо несколько. работаешь всегда. Старый. Но у нас еще и воровали некоторые ребята, кто не успевал делать. Я один раз иду по коридору, смотрю, там мой этюд лежит у другого. Вот это подросток. И к себе его обратно. Ну, смотрите, это значит, что у вас уровень. признание своих. Я, главное, так удивилась. Ничего себе. Просто действительно некоторые хитрили ребята. Не ходили ни на пленэры, никуда. Они так нахватают этюдов у всех и выставят. Вот. Все равно он в одно место все едет. Те, 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 те. Те, 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 те. А у вас пленэры были, да, в училищике какие-то близные? Да, 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 да. На первом курсе ну, это так как акварель в Гуаше мы во дворе писали. Но этот год никуда не ездили. Там у нас на счастье произошло. Вот, слушай. А вот на втором курсе мы ездили какой год-то уже девяносто в Те, мы ездили, нас уже вывезли за коротные пейзажи. У меня даже один до сих пор есть этюдик. Вот. Потом на третьем курсе мы уже мне кажется мы уже ездили, да. На четвертом мы ездили. Нет, мы на четвертом ездили. На третьем мы, у нас была музейная практика. Мы ездили в Санкт-Петербург. Мы зимой ездили и вот да, что там а, и когда мы увидели вот эти вот картины воочию особенно вот в Эрмитаже, мы можно сказать сами у себя учились, потому что педагоги у нас больше были как наставники. Делали, направляли, да, направляли, вот. А тут мы приехали в Эрмитаж и тут видим Рубенса, там, мы видели все вот эти технологии, как вот это писалось. Мы в это вообще-то технологию можно сказать не очень-то и знали. А тут сразу же да, тут начали сами расшифровывать. А вот оно что, подмалевки, а вот оно там, что имприматорочки разные сначала, потом лессировки, вот этот Рубенс, который светился, раньше же подсветок не было. Сейчас подходишь, там, красота такая. Раньше подходишь, там, чуть ли не к тени не смотришь, как это написано. У нас, конечно, училище это как бы такое славится как бы своей это школой. У нас очень много работ висит в коридоре, мы фонди брали, изучали, всегда был такой вопрос, как это сделано, как это. Потом нам педагоги объясняли, вам всем 17-18 лет, кому-то даже 15 у нас в училище поступали. А это, говорит, были уже мужики 40-летние после войны пришли, рисовали, у них уже другая сознанность была, они уже были взрослыми, а вы, говорит, конечно, еще дети, поэтому у вас еще рисунки такие, ну, не дотягивайте, вроде понимаете, но еще не дотягивайте чисто по навыкам, что надо вот еще, еще, еще расти, вот, и когда мы увидели в Эрмитаже вот эти все работы, нам много стало понятно, потому что одно дело в репродукции, это не чувствуется, ну, да, плоская какая-то картинка, а тут все равно живую, ты уже ощущаешь всю эту технологию, как это делается, и у нас такой скачок произошел, когда мы приехали уже домой, вот особенно после зимней вот этой практики, намного стали лучше рисовать, а копии сделали? копии, да, вот как раз вот мы на четвертом курсе уже в галерее, мы когда пошли делать копию портрета у нас были, я делала Рокотова, Куракин, он до сих пор сейчас висит, Екатеринбургская галерея, да, на плотинке, почему-то у нас не очень появили, постоянная экспозиция, нам выдали выбирайте кто хочет и у меня вот первое это я хочу вот эту бабушку, у меня тема бабушка вот она уже тогда зародилась, потому что вот мне понравилось это ее лицо, но там очень много деталей, я ее взяла из-за технологии, то что она здорово написана чисто технологически и Рокотов, у него вот эти все имприматоры были не такие оранжево-коричневые, как у всех там мастеров, а у него была умбра натуральная, и мне вот этот цвет очень нравился, он какой-то мне казался такой благородный, не такой жженый, такой горячий, и вот когда к работе подходишь, она действительно такая умбристая, но она как бы снизу да, умбра вот эта светится, она такая вроде бы и болотная, но мне казалось, что это такой благородный цвет, я до сих пор кстати люблю умбру, хотя немногие любят, говорят, что она темнеет, но на самом деле, если вот ей тонко писать, прозрачно, она светится, вот если по белому холсту, можно даже все как это холст, имприматуру сделать, такую прозрачную, писать уже, как вот я сегодня говорила, три мотка, и все, работа, это точно так же, как с фузой, многие недооценивают с фузой, я раньше баночки ее собирал, вот, а там перетираешь, она тоже такая зеленоватая какая-то получается, такой цвет красивый, смотря сколько присутствует какого пигмента холодного, теплого, вот, и вот это вот как раз у меня Куракина тоже для меня открытие сделало, что какими можно, какие есть лессировочные, полу-лессировочные, да, краски, раньше, ну, краска, да, краска, да, еще, вот, а тут вот узнаешь, и она действительно получилась такая послойная, многослойная живопись, там все еще кружавчики у нее надо было на чепчики нарисовать, изучили сполна эту технику лессировочную, я так хотелось эту работу домой забрать, нам еще и педагог обещал, ой, да, вы заберете, у вас ничего не получится, и в конце концов, когда уже произошел просмотр, мне эту картиночку, фонд, мне кажется, она до сих пор в кабинете директора висит, он говорит, слушай, я, говорит, не ожидал, а он у нас сначала был преподавателем Кисляковский, а сейчас он уже многие годы, после нас он стал директором, до сих пор, вот в кабинете у него висела копия Куракина, так что, может быть, радует, да, ну вот я, недавно мы были в Екатеринбурге, я к ней подоходила, даже, да, там даже есть такое местечко, но как бы, видимо, реставрировано, пятнышко, и оно вот осталось, вот сколько лет прошло, лет 30, оно все равно, вот есть, вот это пятнышко, я такая, здравствуй, но на самом деле получилось очень похоже, прямо очень похоже, мы начинали это делать дома с маленькой репродукцией, и там какие-то искажения были по клеточкам, я помню, а когда я пришла в музей, нам разрешили, я поняла, что у меня это там все не то, я просто его смыла и как с натуры нарисовала, уже не глядя вот на эти клеточки, потому что на самом деле даже вот лучше было натуре, но нам говорили, что сделайте или чуть меньше размер, или чуть больше, чтобы копия была другая. У вас там не было проблем с выносом из галереи, а мы оставляли их там, нам местечко давали, местечко, и мы приходили, да, и снова забирали, как бы и там писали, я не помню, сколько сеансов, но я ее очень быстро написала, потому что если знать технологию, она очень быстро пишется, кстати. Оказывается, тут был свет. Да, вот, кстати, вот, очень актуально, вот, вот эти вот подсветки мешают смотреть на картины, вот сейчас вот в выставочном зале есть выставка, некоторые картины освещаются не очень выгодно, лучше дневным светом, на некоторые картины надо приглушенным смотреть, даже музеи, сейчас вот приезжаешь, невозможно смотреть с этими подсветками, ярко, нет, может быть, скоро дойдет до того, что будут свет, можно будет убавлять, прибавлять, вроде современных, просто не везде, мне кажется, смотрительницы просто с вами не знают, что можно делать. Вот мне, кстати, вот нравится у нас в доме художника, художника, да, там, да, иногда приходишь и говорят, вам включить свет, агро и не надо, не надо, потому что иногда бывает, что при дневном свете или при глушенном, даже электрическом, работа намного, как говорится, богаче смотрится и больше сутью улавливаешь. Да, бывает же еще что-то млекует и отвлекает вас. Да, многие галереи, вот даже вот в Екатеринбурге я была последний раз тоже над всеми картинами, подсветки и еще реставрация новая стала. Все работы покрываются лаком. И вот я тут подошла тоже, и папа у меня заметил пластовую, там у него такой бык пастбище нарисовано. Всегда она такая была матовая, там вот эти вот мазочки, они сами по себе были объемненькие и сверкали как-то по-собому. Но она матовость какой-то за годы приобрела. Сейчас она блестит, как репродукция, просто как подлака. И не чувствуются вот эти мазки и невозможно даже вот на нее смотреть. Ну, она какая-то стала вот неоживая, необъемно неживая. вам не просох? Нет, это вот такая реставрация, что защита картины, но я не знаю, что за лак. Перестала дышать, как будто я в салопазу сомнил. Да-да-да-да-да, вот есть такое. Есть такое суть. Раньше она была матовая, и ее со всех сторон можно было смотреть, и она была вот как ты в натуре. Ты зашел и увидел этого пастушка с собачкой. я не могу представить себе пластово под лаком. Это извращение. Извращение. Я считаю, что некоторые картины не надо лаком покрывать. Пусть она матовеет какая-то. А вы вот свою работу делаете какие-то? Или вообще лак не признаете? Я их специально не покрываю. Я иногда, вот если еду на пленэр, и мне надо, чтобы быстро высохло, я добавляю лаки. Если есть пихтовый, то пихтовый вообще за секунды там на глазах. домарный он подольше, но говорят, что он хорош в том плане, что не меняет оттенки. Вот домарный лак. В основном я даже один раз поехала и быстро закончились все вот эти тройнички, лаки. Пошла в магазин подсолнечного масла купила и нормально. Или с этим спиритом можно смешать? Да, 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 двойник получится. двойник. А в принципе вот этот подсолнечное масло на летом очень быстро сохнет. Это зимой, но может быть долго, да, потому что прохладное помещение. Еще какое-то масло на каком подсолнечном льняном, да. Вот оно вроде долго. Льняное, оно если выстоится, как лак становится. У меня вот стоит на балконе уже годами, льняное масло, оно уже светлого такого оттеночка, такого желтого, было такое оранжевое. А я подсолнечное ставил. Можно подсолнечное, вот, оно тоже светлеет, у меня тоже на балконе годами стоит. Вы не записывали годами? Не, не записывала. Ну, вот этот подсолн, вот этот у меня сейчас стоит масло, ну, наверное, года четыре. Оно такое светенькое, и я налила его сейчас бутылочку, и оно как лак, вот оно становится лаком, оно быстро сохнет, пахнет так приятно, как этот красок старинный. надо прям такую выдержку, чтобы его не соблазниться, не налить, не тоже ставил трехлитровую или пятилитровую бутыль. Да, ну, ну, да, нам еще тоже в училище вот эту технологию рассказывали, по весне говорят, выставляйте, там самое яркое. У меня уже весна, не весна стоит, то есть у меня также круглый год стояло на подоконнике. Ну, даже вот я вот мастеров некоторых смотрю, даже современных, они тоже у них стоит просто подсолнечное масло просто осветляется. Оно чем дольше стоит, загустевает, лаком становится. И на самом деле письмо такое мягкое. На маслах вот на таких мягкое письмо. Даже шитиночкой пишешь, прямо вот кисточка так хорошо мазочек оставляет. На разбавителе все равно как-то жидко. Но если смотря какая технология, если хочешь жидко, там конечно маслом лучше и не брать, потому что у тебя такими ручьями все потечет. Там разбавителем там лучше. А вот если быстрый идет, там конечно лучше на лаках или на маслах на этих выстоянных годами. Какие-то эксперименты проводите с разбавителями. Да, раньше очень часто. Один раз до того смешало, что все свернулось. На косте? Нет, бутылочки смешало, они в шаре готовят. Видимо, там пихтовое масло с чем-то не совместилось. Поэтому иногда бывает ну, ну, ладно, сольем, сделаем что-нибудь другое. Ну, бывало, да. Иногда с запахом, а иногда без запаха разбавители. Разные на каких нравится. Если хочется, я говорю, жидко, то можно на улице, конечно, можно на природе с запахами. там не так ощущается. А вот в помещении, конечно, когда уже годами пишешь, уже не хочется, чтобы пахло. Уже за годы-то на отравлялись. Это точно. А в Шилише это когда уже в пятом курсе тоже на масле писала? Да, да, потому что уже диплом был, а там были такие моменты, что я уже писала прудом. Да, ну так вот все как говорится. Только нам осталось, наверное, неделя до защиты. И мне доктор говорит, выбирай, или тебе в больницу ложиться, или бросать учебу. Я говорю, в больницу лягу, но учебу не брошу, осталось неделя. Неделя. Ну, я подошла к этому заведующему, я говорю, вы знаете, я пишу диплом, и я если пропущу, то потом очень тяжело будет. Ну, это вы же отравляетесь. Я говорю, так я на подсолнечном масле пишу. Все натуральное. правда? Я говорю, да, и я на самом деле написала какие-то слои на подсолнечном масле, чтобы в больнице не пахло. Потом написала. А где там в коридоре вообще? Да, в общем коридоре потом. так прям в больнице. да, да, но там не выпускали. Там если ты лег, то все. Там нельзя было даже гулять, почему-то я не знаю, почему. В ходе карантина какие-то воды, но в общем нельзя было никуда, да. сам факт того, что вы там пишете. Да, да, я думала такой момент, у меня приходила мама там, папа приходил, не помню, но я этот диплом в окно показывала, этапы. Интересно. потом вроде бы закончила все и защитилась. Тоже у меня тема была в гостях у бабушки, изготовление подушек. Мы тоже как раз ездили к родственнице в гости и она говорит я вам хочу подарок сделать подушку. Да, пойдемте перья трепать. Сами сделали и вот это у меня впечатление осталось и я такую тему сделала на диплом. это ярко. Вот композиция рассказывает, что это насмотренно всегда. из жизни. Ну, здорово. Да, да, да. У меня всегда вот композиция тоже из жизни. А если ты ребенок, а тебе композиция. Тема детства. Вот я помню тема детства. Я прихожу мне там 12 лет. 12-13 детства. К папе подхожу, говорю, папа, что такое? Как нарисовать детство? Да ты что? Это же детство. Вот. Я такая говорю, только что нарисовать. Давай ты расскажи мне про свое детство. Я вот это помню. И он мне начал рассказывать, что он держал голубей. У него были очень такие разные породы, виды там с хохолками, с пушистыми там ножками, с хохолками, раны. И он мне сказал, что у него прямо во дворе вместе с отцом сделали такое как в любовь и голубь показано. точно такое же. Когда мы смотрим, он говорит, вот у меня. Но у него там таким, говорит, домиком стояло, не сарайчиком, а домик с такой лестницей. И он говорит, тоже там свистел, палочкой они прилетали, улетали. Поэтому это была моя любовь. И я вот эту композицию нарисовала. Вот папина детство. Я сама была в детстве, но я не ощущала это в детстве. В детстве мне пришло позже. Вот девочка на велосипеде. Я уже написала будучи 30-летней. Там Алена едет? Ну можно сказать, что это я, но Алена тоже такой же детство было с велосипедами. Да, образ такой. Вот поэтому все из детства. Детство приходит позже. Само детство непонятно, как писать детство. Ну да. Поэтому действительно по рассказам, по разговорам, то, что расскажет. Вот они и приходят композиции. Точно так же в академии диплом. До нашего курса все писали исторические. у кого битва, у кого там портрет какой-то там. На вашем курсе переломный такой получается. на нашем да. У нас одна студентка Равеля Римадеева писала Ермака. Он же висит там. Да, 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 Алексей, Алексей там что-то крестный ход, да, крестный ход у нас Швецов Алексей был, Илья Кирьянов просто лес, пейзаж. И вот я, бабушка по меня, мне говорили, так, почему бабушка? Я говорю, это моя история. На всех бабушках, на все детство у бабушек, я ее знаю, на всех бабушках держалась вся наша русская земля, я хочу. Все очень почесывали голову, все удивлялись, потому что до этого не было такого темы такие, что в основном вот исторические были темы, Газуновская академия историческая, у нас же не делилось как головной на портретную живопись, на мизажную, настолько вот как историческая была картина. Вот. Я говорю, что я хочу, хочу. Все очень тяжело, ну, давай, ну, попробуем, ну, попробуем. пошли на встречу. Да-да-да-да-да-да-да-да. Но я помню, что и Татьяна Тимофеевна, и Тимофей Горыч, и даже Койоткин. Директор, Крама, кстати, тогда было. Они мне, как бы, сказали, что молодец, ты победила, когда я сделала, ты победила, мне даже койотки так и сказали, ты победила. но он мне, кстати, так и много поддержал, что ты должна вот свои чувства нести до конца. Вот, придумала и иди, ты молодец, вот до конца иди. Не переделывай. Там, потому что очень много советчиков было. иди, вот так, я не помню. И вот такая, травка такая. Я такая, уже путаешься. Все же метры, все же слушаешь. Точно не же. А тут вода, надо всех послушать, по-своему сделать. Такая вот история. не так получилось что моя бабушка опять ко мне пришла вот это всю жизнь вот бабушки патеты даже когда и в художке получилось там тоже я рисовала патетики до сих пор остались мои бабушки видимо то что с кем я вот ближе с кем общалась больше тех и хочется как-то вот изобразить а когда же будут дедушки ну вот вот был такой период говорится бабушки бабушки что-то во мне вот видимо жила вот это ваша ведь ты рисовала бабушку на академичке это бабушки но это я сначала хотела написать ее немножко в другом конце она у меня в дипломе как бы человек природы там что нам я родилась там и пригодилась да на ней все держать а вот в этой работе повторение я поехала на академичку когда вот несколько лет ты должна писать какую-то картину а я только после диплома я что еще ничего не придумала давайте повторение авторский повтор да 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 но немножко с изменениям подхода что я ее хотела все-таки развернуть там она дипломе дойдет боком а тут мне хотелось навстречу показать ее взгляд ее руки вот эти которые натружены и она действительно немножко другая получилась она получилась такая то что она вот с каким-то знаешь призыва мне что вот на вот посвятила себя вот своим дети вроде дома да они другое совершенно настроение да даже сидоров сказал что это вот ему напомнило произведение распутина прощая прощание с матерой вот он говорит это просто вот попала говорит вот в эту тему когда человек остался на земле не предал себя никого не родину детей а вот остался на своей земле у своего дома вот и она как бы такая вот уходящая у меня даже русь потому что уходят такие бабушки на которых вот действительно все держится и сейчас даже вот сегодня говорили о деревнях да вроде бы ты приезжай в деревню но сейчас ее даже и не узнаешь папа вот приезжал доводьерочка в деревне этого дома уже такие облицованы до тарелочки оконные рамы пластик евро домах в русских печку кто-то печками уже не пользуются там уже микроволновки тоже ведь эти все печки и вот когда ты находишь такую деревню старую конечно есть чудо на выставке как раз деревня песковка вот как раз вот эти чудо есть паша увидит узнает раз вот все дорожки из песка это песочная там вот действительно вот уже как не жалко уходящие там все погибает если она конечно восстановится там еще люди живут конечно и что-то делают но завода нет работать говорил там все погибло да но есть такие энтузиасты которые хотя бы там работают в клубе следят за памятниками еще как бы на ней держится молодежь тоже все уезжает большие города ну что интересно там есть художественная школа меня это удивило но так как при клубе к студии очень понравилось мне там что люди такие тоже добрые но улицы пустые пишу как-то тоже там женщина подходит а вы просто кому-то приехали можно посмотреть я говорю да вот тут вот жили такие у тёмов она такая мы тоже у тёмов оказываются родня на родне там они все друг друга знали улицами прямо жили в двоюродные троюродные не все общались я пришла домой говорю там родственники подходить как я там выясняли двоюродную там получилось да двоюродные там двоюродного дяди вот этот вот сын и вот это его жена подходила ко мне это же рассказывала про свое детство что нет очень много было детей несете город катались как раз вот на центральный там вот сегодня стене вот эти песковские и чуды с этим зимой говорит там катались мы кстати там тоже зимой были там очень красиво там такой березовый край вот эти березки они просто как в сказке там стоят с горки на пригорке березки березки в ажуре да да мы все собираются но у нас там дом-то стоит но конечно надо ухаживать везде за домами немножко как бы у нас владимир александрович следит хотя бы травку там что-то там надо жить конечно и вот на даче да такой домик ну да там даже две печи одна такая русская вторая как называется голландка горница дом пести стенка такой там только нет бани вот он хочет сделать бани потому давно но в этом году год назад я там было уже два потому что уже 23 год 21 я была а там мы были в десятом году но как бы редко были то что дом был не наш внезапно наследство не надо кашу как-то все селок чем-то связаны какие-то общей до сущей родственники да очень много вот сейчас тоже родственницу нашли дом говорит был напротив троюродная сестра и живет у нас сейчас чебоксара владимир садович хотел съездить и она говорит хотела бы повидать могилки родителей остановиться нигде он говорит приезжайте вот наши чудничек такой маленький переходной я тоже с у меня папа вам надо до чего такой аккуратист вот вроде бы художник не все равно там гуля под что-то это вовсе чисто и аккуратно что мне всегда даже вот если одета запачкать так папа надо мне против видеть то они даже не замечаешь там и одежда и все ну как это так он работал но ни одного там он даже на учете такое там палитра это все он там годами я но я вот не замечаю мне там раз-два-три вам у него как-то так все чинникам а на рынке к разная на кисталу надо больше прописывает он дал он больше так вот разный подход до разных язык камни но видишь мужская рука она немножко быть четко женщины все равно там 1 2 3 как-то в немножко по-другому все равно мужская рука она какая-то такая твердая мазочек положил он на месте да им . а женщины они как это ляляля музыка такая хотя равны художнице разные конечно бывает вот я и про песковку то рассказываю что мы пошли там я была бывшая до лесничество красиво ничего не скажешь там очень ухоженно сейчас там живут люди которые купили видимо эту землю там очень ухоженно с одной стороны это хорошо но нам художником всегда хочется чтобы что-то было дикое что-то немножко так вот деревца повалилась или там а тут так все красиво но не то идешь дальше красиво но уж вольно благородно и раз вот так вот где-то находишь это деревце там сядешь сел но чуть-чуть напишешь я такая ничего не зацепляют и раз сел только сел вот иногда вот бывает там или бревнышко лежит и стульчик я тоже ношу иногда с собой маленький путела и вдруг открываются краски вот это что вот как назвать вот я иду я не вижу села и как калейдоскоп это небо серая но уже не серая но каких-то разных таких оттеночков это приглашение вам да 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 вода она уже не такая унылась хочется там какие-то былики какие-то оттеночки тут бережок открывается таки же композиция до елочки вблизи дальний план все какой-то в красках открывается это я просто остановилась и природа начала со мной разговаривать ты начинаешь и у меня вот такие вот маленькие вот прямо вот на шлепочки вот я так раз два только уловила потому что вот они даже вот такие чудо 9 на 12 как фотография 10 на 15 любимые вот прямо вот любимый потому что они делаются на одном дыхании там не надо ничего прорабатывать это состояние улавливаешь какой-то цвет оттенок вот этот который там к настроению до настроением этот свет и силу уловил о как красиво потом даже смотришь как это я намешала я даже один такой вид на каму открывается у меня этих чудов урок сочетание вот у меня даже есть за витриной он есть а вот сейчас вот за витриной где вот фотографии там у меня такой чудик это вот как раз из окна очень много и потому что и утром и днем и вечером и там грех не и вот именно то вот эти маленькие хочется большое начинаешь и при этом есть с этого места вот она мне была тоже на выставке вот эти маленькие там просто каждый день новая картина каждый день новое небо и вот я да 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 я даже один раз себе это кстати очень интересно сделала не палитру палитры а картон очку потому что я иногда сама себе как это я намешала я оставила те краски которые я выдавила я их высушил их можно повесить кстати это но там она не не то чтобы палитра такая как бы размашистая действительно вот эти вот выдавлены красочки остались так как маленький тюнин был там 9 на 15 на 10 но такой маленький и вот я даже их засушил они такие интересные такими очень интересно вот такими цветами написала даже вот такой даже фирмы потому что на самом деле вот если говорить о красочках мне тоже все краски нравятся в разных фирмах то вот одна в одной фирме проводьте любой даже не смотришь там дешево дорого просто знаешь что в этой фирме например в мастере классе вот эта красочка хорошая гамма мазать даже сонет который вроде бы считаются дешевле тену но я открылась для себя есть красочки которые очень хороши грамму использовать мне есть такие любимые оттеночки которые хороши замесом с другими но я в гамме не люблю коричневые честно говоря они мне не нравятся это секретная за мясо есть ликин открытие выжилась мне просто как-то преподаватель поживописи рассказал он зимнее небо что ли не мог написать и он просто брал изумрудку и как будто черный и оно все сразу я не помню какие-то примерно вот такие цвета были я тоже помню как-то для меня так было удивительно вроде такие цвета прям ну изумрудка же знаете она такая и и раз и замес такой точно так же с детьми занимаешься например закончилась синяя краска как мы ее делаем изумрудка и фиолетовая она создается новый вот такой вот в размере сложный сложный такой синий-черный такой цвет вот и точно так же вот как ты сейчас сказала изумрудка с черным потому что черные они же бывают теплые холодные особенно холодная черного она как раз и дает вот это вот синеву потому что если ее чуть-чуть белень сами она уже синий особенно вот эти все виноградные или там шунгит сейчас я вот раньше черных очень много покупал марс вот эти черные теплые хотя про тоже вот умбру сегодня тоже вроде как она проступают или что там умбра ленинградского здесь такая не знаю нам тоже про нее рассказывают что какой-то был период там в этой вряпинской академии только ей там следовали как почему она и ленинградская потом говорят что она вроде плохая и как бы тоже думаю что мы против я не могу сказать что мы плохая хорошая краска тоже как бы нравится у нас красочки еще были папины и тяньдиго черная советская ее это вообще не выпускает она сейчас выпускается но она немножко другого оттенка а вот она вот советская была она действительно какая-то черная а в разбилие она такая серо-холодная просто стальная такая но такая благородная вензором тюбики наверно сюда да благородного цвета что вот сейчас она и вот во всех фирмах я покупала вот эту тенге до черную надо какая-то с зеленцой или это синь такая через бирюзовочку она какая-то не та тянь дига которая была советского производства она была была вывели нет она еще есть сейчас вот тюбики ну только на какие-то вообще серые холодные картины мне тоже говорили ой зачем ты пишешь этой краской она с годами потемнеет это индига черная ничего не потемнело и крыба даже это полезно что там если даже что-то там темнеет или проседает не знаю посмотрите какая задача кажется понятно там если портрет там может какой-то синяк появится или еще что-то но но это тоже как бы я не думаю что там в таких количествах она используется вот какие секреты ты знаешь это очень индивидуально потому что появляется какой-то свой любимый оттенок вот кому-то может быть он нравится кому-то нет сочетание может да 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 вот просто эксперименты вот даже на работе я говорю начинаешь и выбираешь несколько красочек все равно идет пленэр он помогает видеть оттенки а когда ты пишешь картину я все равно это впечатление о состоянии но ты все но там что-то меняешь и ты смотришь на красочки какие тебе нравятся очень мне нравилось даже экспериментировать то что вот краплак с коричневый с этой с марсом коричневый но мне очень нравится такой глубокий тена на крапок же он туда наш родные такой вот коричневый который прямо вот вот знаешь как курочка граната такая надо такого плотного такого красивого он хорош когда он просвете как только с беленьками это уже все все то что вот не зря пишется что лессировочная она должно быть из которой вот беленьцами неплохо работают краски вот почему мне вот и в доме и не нравится коричневыми они какие-то немножко разбеленные какие же как технологии у них вот такое ощущение что они немножко такие плотные укрывистые вместе в мастер-класс взять тоже коричневую прозрачную марс она прозрачная ты ее пишешь она красивая звучит на фоне белом она как бы звонко прозрачная как акварель гаммена плотная на них не дышит и мне по ощущениям не нравится есть понятие вкусно не вкусно иногда бывает классно написано работа по мазочкам но не вкусно не будем как-то я смотрела картину дорисова мусатова автопортрет с сестрой все картины у него нет такие как габелины такое ощущение что холст просвечивает все и вот эта картина настолько светлая как они мерцают да 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 и настолько вот она прописана вот в меру бывает картина ну вот написано ну да все прописано глаз не за что зацепиться или наоборот слишком все так размашисто что тоже не зацепишься и тут вот эта работа вроде бы она и такая обобщенная но есть такие моменты особенно портрете сестры могут того не с любовью написано вот она меня вот эта картина свое время прямо вот слезы вызывала когда я была в питере русском музее русском музее в питере вот эта любовь а потом я читаю историю оказывается он же был горбунком горбатеньким борисов мусатов у него не было таких вот отношений девушек они нам не получалось него вся любовь была на сестру и вот она видимо когда вписал этот вот работ вот это любовь ложился вот такое ощущение любви это вот реально за стоишь около до картины это передается его для меня важно задание куда дожди спеть через передает свои чувства эмоции картине не просто знаешь портрет портрет пейзаж пейзаж а чувства я всем историю рассказываю про художника московского который написал картину много-много лет назад когда был молодым сейчас вам уже старик продал китайца девушка под эту девушку наверно слышал историю тогда ему позвонили скажи напишите копию у нас уходит богатый человек хочет купить и он сказал что хорошо написал предлагают этому китайцу купить портрет уже копию а он сказал а я не хочу могут со мной не разговаривает ну вот от подмена не получилось потому что на самом деле какие были чувства у него тогда в молодости может это его была любовь или что хотя он мастерски все мазочек мазочек повторяю а это все таки энергия энергия состояния когда она зритель художник вот этого связка и художник попадает сердце зрителя вот она магия то что вот это вот магия правильно слова на какой-то вот что это такое и действительно вот картины ну да красиво но она не трогает даже вот меня прошлая выставка было много же работы каждая была работа своего периода и своя тема я спрашивала у людей какого-то работа но особенно знакомых которые у меня ходили какая работа вот вам откликнула это заразговаривала с вами и даже порой я не ожидала от людей с которыми я общалась что именно такая работа впечатление оставить к женщина вроде бы скромная моя знакомая надо стояла плакал у работы сибирский тракт видимо что-то в ее истории было да и она грустно состоянии вот это на метели и вот это что действительно людей ссылали сибирь по таким вот заснеженным рекам на обозах вот она как я просто стояла много заворожила хотя когда ее первый раз выставляла я кстати это чувство и хотела передать его туда тяжести от этого трагедия это как владимирка левитана да 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 вот и я такая вы так угадали мои вот это состояние а кто-то вот когда первый раз она была русски хочу серыми красочками до научилась писать на чем потому что много серых оттенков это знаете вот когда вот профессионалы швеи идут по улице не смотрят не на красоту женскую а говорят вот это по девушке юбочку покороче вот этой рукавчики есть такие музыканты идут слушать музыку вот тут надо было немножко но . повыше тут пониже они не любуются не чувствуют красоту музыка оценивают чисто технический прием это не надо говорится что мы поэтому иногда действительно отключить свои знания да 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 посмотреть на картину через другие другие глаза да тоже одна женщина меня удивила была я на пленэре у дым карда там немножко плетко северная пермского края равнина вроде бы таких особо мурочек нет вот и пейзажек такой незатейливый мне понравилось освещение полянки ярко-зеленый не все художники берут ярко все немножко все равно сдержанно а тут вот хочу прям вот такую зелень которая вот прямо вот зелено шненькая такая вот но хочу прям вот и елочки вот эти все все сделала и вот она на выставке висит это же он картин там больше ста было картин и мне женщина подходит и говорит слушай ты это в кодом каре писала как это выдох название совершенно другое да 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 я вдруг как ты догадалась только и тютах и теку дым крови дела там уже она в суша там так я говорю значит я это место почувствовала у меня кстати было такое у самой чувство когда я была на родине венецианов когда она академическая дача были мы ездили как раз вот эти места где венецианов поместье жил да и я увидела его картины я поняла почему он писал половина неба картины половина земли там действительно так ты не видишь небо много вот как у нас на урале на вот столько неба сколько там действительно идешь это все время вот так вот у тебя земля где-то ты идешь как будто бы внутри какого-то овражка и небо вот столь вот художник и чувствует начинаешь когда не только я его поняла да по этому месту я говорю ах вот оно как одно действительно вот хочется взять вот столько неба и столько земли это почувствовать место в плюс есть я не была там видимо тоже левитана хотят все те же со всех сторон а были во владимире когда мы ездили смотрели собор где андрей рублев и он там троицу там тут списал такое было ощущение что он там вот это у меня вот такие вещи бывают очень редко поймать то состояние что там живет вот дух зрея рублева представляешь как это вот это вот редкие такие случаи ты идешь и не дышишь как будто он рядом идет у меня был такой момент бывает такое но это очень редко вот это вот мистика да но зато запоминаешь это состояние да да запоминаешь что много таких интересных моментов и объясним их как что вот я и говорю о том что вот если художник прочувствует это место вот через что вот через какую-то может не знаю там веточку до травинку сколько неба взять столько или столько действительно же нас же много художников мы приезжаем на одно место каждый там что-то свое кто-то один почувствует это место так что все остальные скажут да это там но у меня такой забавный был момент тоже в тюмени было у тети и там у них тоже как деревенька поехали рисовать поехали мне же там все за меня художник мы все едем с тобой рисовать стоят сосны я такая ой как мне вот эта сосна понравилась и что-то тут есть и стою пишу а там рядом какой-то санаторий что-то и мужичок на выставке сосны не 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 это я в часах он стала а есть у меня просто одна сосеночка такая на картон очки чушь этом гости не повезу а вот это тогда домик то которая с этими большими сады и потом уже ее написано сначала пошла одну писать маленькую сосну вот и там вот этот санаторий и вот этот домик с дровишками так я его акварельно написала маслом но акварельно вот они у меня там на выставке сейчас а вот эта сосеночка я еще только вышла знакомиться что мне тут нравится я смотрю на эту сосеночку пишу мужчина такой все это художник вопросы всегда такой а вы что художник откуда приехали я такая крысь перми он на меня так посмотрю у вас что в перми сосен нет я говорю такой нет вот такой говорю нет ну такой ну да вот такие вопросы бывают но на самом деле вот я могу и в перми гулять но не могут эти сосны не вдохновлять а вот это вот у меня как-то задело вдохновила иногда даже и не знаешь через что может быть даже идешь по лесу к эта птичка запела тебя остановила до моего тут хочу не знаю почему что мне тут нравится не знаю что нравится лужа в лесу знаете иногда на место приезжающие вроде у нас сквозь себя не нам ездили вроде приезжаешь сразу что писать то начинаешь такое все бегом а потом как думаешь надо вроде походить посмотреть почувствовать место не но такая на одно и то же приезжаешь тогда как бы сразу а так отношуете когда появишь Double Надо что-то почувствовать, познакомиться. Вот насчёт, как вас место приняло. Мы ездили на Ермак, но не на сами Ермаки. Знаете ли? Ермак, Ермачонок, Ермачиха. Ну да, я там тоже, у меня есть такая картинка. Мы только пошли потом в другую сторону, в лес. Там тоже какие-то скалы есть. И там вообще, там так тихо тоже. И такое ощущение, да, он как-то знал какое-то там место. И он меня тоже там сводил, посмотрел, показал. И как-то там тоже такое ощущение, вот это вот лесное там. Я как-то почувствовал, там вот... Двери как будто там, да? Ну там, ну ничего такого, как бы злого, там ничего. И место как бы тебя тоже принимает. Ну там костерок развелись, а там тушеночек там. Сума на берегу. Вот. И тоже вот это ощущение, я помню, что как бы какое-то необычное такое, что... Да, я вот там тоже... Где-то ты бушев какой-то, и вроде ты соединяешься с этим местом и чувствуешь, как бы... Ты хорошо относишься к месту, и оно где. Я там еще по этим скалам ползал, и мне потом костерок говорит, там вроде как с поиской, и типа вроде удивительно, что там ничего. Я не знаю вроде, да. Как бы тоже это вот... Главное не паниковать. Да, да. Вот, кстати, там как раз вот этот вот жмачонок там проходишь, я вот там как раз мы с девчонками пошли, там как-то дико вот. Ну там дальше есть светгург, да. И мы там видели вот эти цветы, которые лилии, дикие лилии. Я первый раз увидела, что они дикие бывают. Таким маленький, мелкий. Не желтый? Нет, они такие розовые. Вот как вот лилии вот большие, а только не розовенькие маленькие. Я когда увидела, что это чудо... Ну вот и было ощущение, что за тобой там то ли волк следит, то ли... Вот было вот немножко... Вот я вот так вот даже не чувствовала где-то у нас на Чусовой такого, как вот там. Вот там как-то страшновато. Хотя вот на Чусовой-то за нами Медведь шел. Был такой момент в жизни. Мы как раз вот были в Кану, да. Мы такие смелые. И мы пошли по Насту, по Чусовой. Это был как раз конец опять же марта. Каникулы у нас. Ну как каникулы. Почему-то было более свободно в Академии Время. Как раз в марте никаких просмотров ничего. И мы такие... Наплевать. Ну, Кленер, перевалов, ты нам говорила. Вы никуда не едете, я не знаю. Да. Мы такие, ладно. Вот, и мы пошли на Молтык по Насту, по реке. Шли, пришли, все, сидим. У нас колочек поднялись там. Там немножко уже подтаивать начала. Пригорочек сидим. Уже даже разделились. Курточки. Сюда эти всякие крошины залетали. Вот такие стрельки. Заходы. Все, легче? Вот, следующее. Сейчас здесь. Следующее. Ну, давайте... Вот. Они. Начали оглядываться. Что-то уж больно-то как-то. Тут какой-то треск. Смотрим. Река вскрылась. Льды пошли. Вот так вот, прямо вот. Мы такие, как мы пойдем обратно. Мы что-то встали. Ну, с ребятами в одной группе учились в академии. Смотрим. Какие-то следы странные рядышком. Дядышко, это медведь проснулся. Потому что такие вот лохматые такие следы, неровные четкие. Но такое ощущение, что он прошел вот просто вот недавно, ни вчера, ни позавчера. Сидим, рисуем еще. Как мы пойдем домой? Это, наверное, медведь тут уже ходит. Давайте-ка собираться. И тут что-то уже как-то... Ну, давай. Сначала ты, что, ерунда какая-то, еще спят. Это такая... Стала уже внутри, вот как вот сердце стучает. Вот так вот. Давайте-ка пойдем. А то что-то уж больно все закаркало. И мы взяли холсты и пошли. А река-то ее нет. А берега-то все с него. И, в общем, мы проваливались по пояс. Шли след в след. И тюдники впереди себя так прокатим. На и тюднике холст сверху. Опять след в след. И мы так шли, наверное, часа полтора, наверное, с мутыка. А так вот след в след. Потому что река уже просто полным ходом шла гудела. Такое ощущение, ну где-то, если Мишка идет, он нас видит. Ну, такое ощущение было, что за нами кто-то следит. И когда мы пришли в Кэм уже, потом нас, конечно, спасала баня. Мы там пропали, мы все мокрые вообще-то. Потому что там же уже такие лужи. Все мы мокрые. Картина у меня вот эта, она, конечно, вся смазалась. Надо было уже впечатление я получила. Но все вперед вот так вот двигали. Как на леднике. Даже фотография есть. Мы же еще сфотографировались. Такое ощущение, что сзади там медведь-то, он... Вот если увеличить, я всегда подозреваю, что это он там стоит в скалах. А когда мы пришли в деревню, пошли в магазин, потом надо хлеба было купить. Может, это лесной человек, понятно? И нам говорят мужик, слушайте, сегодня медведь в деревню выходил. Откуда, говорит, он взялся? Он за нами шел. Просто за нами шел. Проводил вас. Он проводил. И в этот раз я рассказала этому Кустылеву. А они летом были, тоже ходили на Мултык. Там медведи-то живут. Он, говорит, тоже за ними шел. И так же. Мы, говорит, по низу, говорит, шли. А он, говорит, по верху. А они осенью. Он, видимо, всех провожает этот мишка. Да. И как раз он где-то вот это был... Какой год-то? Где-то вот в одно время. Только мы весной, а он осенью. Вот такие были случаи. Сначала не осознаешь. А когда ты осознаешь, начинает что-то там это... Что-то не то, да. Потрясываться. Что не хотелось бы встречаться, конечно. Тем более с зимним. Потому что они такие злые после щачки. А, где они еще? Ну да, он еще рано проснулся. Что его разбудило так рано? Потому что, может быть, лед вот этот пошел, или что? Или он уже, кто-то его будил. Так что вот всякие истории интересные такие были. Ну, можно, наверное, нам еще тут на два часа записывать. Конечно, если вспомнить, то еще пофилософствовать там. Да, да. Ладно, и на этом спасибо. Пожалуйста. Большое вам. Друзья, спасибо, что послушали эпизод этого подкаста. Вторая часть, как вы уже поняли, из разговора, наверное, будет с Аленой Королековой, участницей выставки «Арт-династия. Разговор». Ожидайте его в скором времени. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok